Ребята, всем доброе утро! Привет всем! Аня, Миша, Маша, Алена, Лиля, Наташа, Маша, Иренка. Всем доброе-доброе утро! Ребята, у меня сегодня с утра отключили электричество. Мы сейчас раздали Wi-Fi через телефон. Вот, поэтому я не буду сразу подключать видео для того, чтобы меня слышно было нормально. Вот, поэтому так, сегодня. Как ваше настроение? Сложно, конечно, без видео, честно. Но будем работать так, как есть. Сегодня, видимо, вечером или сегодня ночью у нас Саша, которого вчера зарегистрировали, сделал большой заказ. Сразу стал участником платинового премьер-клуба, поэтому у нас сегодня с утра такие бурные новости, повышение. Очень рада за ребят, горжусь и желаю каждому расти быстро-быстро и только вперед идти. Как вам так, это мы узнаем у его спонсора, это Катя Анциферова. Завтра, надеюсь, что у нас состоится ори-тур, который мы планируем, и Катя, у нее будет возможность об этом рассказать. Давайте, ребят, начнем. У нас на самом деле всего 20 минут, или поставить на запись. Мы сейчас тему разберем, которую сегодня планировали. Пишите в чат эти вопросы, если какие-то есть. В конце разберем вопросы. Сегодня я хотела бы затронуть тему, которая затрагивала, в принципе, в первом своем семинаре про Инстаграм, это фотоконтент. Но сегодня немножко поглубже эту тему разберем, затронем вопросы именно программ, которые у нас есть для того, чтобы обрабатывать фотографии. В программе мы, конечно, не все разберем, разберем темы, которые я в основном пользуюсь, которые популярны. Их, конечно, намного больше. Если эту тему изучать и копать, то можно стать прям классными-классными в Инстаграме и выкладывать классные фотографии. Давайте начнем. Если мы будем разговаривать о фотоконтенте, то есть это визуальное представление нас в Инстаграме, мы сегодня об этом конкретно разговариваем, то в первую очередь, когда мы смотрим в основном на топ-9 наших фотографий, то это должно быть обязательно чередование разных планов, ближний, дальний, средний. Если на наших фотографиях постоянно, например, только один из планов, то это немножко так становится душно в Инстаграме, это человек ощущает. Поэтому если чередовать с планы, дальний, ближний и средний, то это добавляет воздуха в нашему контент-плану и становится на него приятнее смотреть. Также чередование фото – это селфи, команда, предметные фотографии и что-то другое, например, фотографии природы, какие-то мелкие, может быть, или макросъемка. Фотографии еды я очень люблю. Когда приходишь в какую-нибудь классную кафешку, там обычно очень все красиво сервировано, и стол обычно какой-то прикольный и классный. Сейчас, например, кофе-шоколад, стол, контраст с тарелками. И это получается на фотографиях очень красиво, и сразу после того, как принесли еду, можно это зафоткать. А на самом деле официанты и те, кто там работает, ребята в кофе-шоколад, уже привыкли к такому интересу, к фотографированию еды, поэтому они относятся к этому нормально, и очень здорово можно зацепить красивые фотографии, когда входишь в кафешки. Обрезанные, нецентрированные фотографии мутные или фотографии, на которых какие-то старые бабушки на обои, старые ковры. Эти фотографии из фотоконтента необходимо убирать, потому что они не добавляют сочности и яркости в жизнь. Потому что мы стремимся к тому, чтобы показать людям красивую жизнь. Безусловно, в жизни каждого человека есть какие-то вещи в квартире, которые не модные, например, или такие, какие, может быть, не особо интересные. Если такая фотография сделана, можно исправить фон, сделать его более тусклым или, например, высветлить его. То есть возможно, в принципе, поработать с такой типографией и сделать ее более красивой, более сочной. Если фотоконтент ваш будет в едином стиле, то есть причесан в одном профиле, например, дальше мы с вами поговорим о программах, в которых можно фильтры устанавливать, для того, чтобы фотографии все были одинаковые. Именно одинаковые по своему стилю. Это очень смотрится красиво и стильно. Я сейчас использую обычный абсолютно фильтр, который встроен в Инстаграм. Он называется Juno. Вот все мои фотографии, обработанные именно этим фильтром, я пока фильтры в ВСЦО не использую. Хотя программа у меня такая установлена, я пробовала, но пока вот что-то, чтобы меня зацепило, понравилось и что-то, чтобы мне хотелось прям в свой Инстаграм поместить, я пока не нашла. Поэтому разделы понятны, ребята? Итак, подводя итоги, скажу, что мы должны чередовать планы, мы должны добавлять воздух и контент-планы как раз тем, что мы будем их чередовать, эти планы. Разные фотографии себя, селфи можно тоже делать близко, далеко, используя селфи-палку, или попросить кого-то, чтобы вас просто отдельно сфотографировали. Используем предметные фотографии. Примеры я не сюда не поместила сегодня. Вот, примеры были в прошлом семинаре, ребят, если есть желание, можете посмотреть. Я сегодня хотела бы сделать именно основной упор на программах, потому что о них я в прошлый раз не рассказывала. А сегодня именно на примерах того, как оформить, если есть желание, посмотрите прошлый семинар. Давайте дальше перейдем. Приложения для обработки фото, и как раз разберем их. Я сделала скрины с своего рабочего стола, с телефона, и о некоторых приложениях я сейчас вам расскажу. Первое – это WSCO. Есть бесплатное приложение, выглядит оно у меня на другой странице. Хорошо, здесь его нет. Написано оно как первое у меня в WSCO, 4 буквы, вы можете загрузить его в своем поисковике, и это приложение себе скачать. Оно работает как на Android, так и на iPhone. Это приложение, в котором можно посмотреть очень интересные и классные фильтры, для того, чтобы, опять же, причесать наш Instagram в едином классном стиле. Есть платная версия такого варианта, такого приложения, там более расширенные варианты, фильтров намного больше. И можно выбрать именно фильтры, которые будут вам по душе. Вторая программа – это Facetune. Смотрите, она у меня вот здесь. Вот, я ее сейчас обвожу черным, видно? На второй фотографии в левом верхнем углу, Facetune 2. Сегодня пришла такая новость. Ксюша ее написала нам в чате. Вот Facetune 2 – это программа бесплатная, а просто Facetune – это программа платная. До этого она стоила 200 рублей. Сейчас идет акция на Android. Эта акция будет длиться в течение 7 дней. Ну, соответственно, если информация была вчера, соответственно, 7 дней прибавляйте. И эту программу можно купить всего за 10 рублей, вместо 200, которые она стоила до этого. С помощью Facetune очень классно можно делать коррекцию лица, отбеливать задний фон. Я эту программу в основном для этого использую. Следующая программа – это Snapseed. Она находится у меня здесь вот на рабочем столе, рядом с Facetune. Справа, посмотрите. Очень классная программа для того, чтобы добавлять резкости, для того, чтобы тоже в этой программе я иногда занимаюсь тем, что у меня фон. И она, Snapseed, вообще в принципе используется для общей коррекции фотографии. Если Facetune вот конкретно, именно она целенаправленно для лица используется, то Snapseed – это такая общая программка, которая может помочь вам отредактировать в общем вашу фотографию. Следующая программа – это App for Type. Посмотрите, она на первой фотографии внизу вот здесь находится. Вот я ее тоже кружочком обвожу. На белом фоне черная буква «А». Эта программа сейчас достаточно модна. Она добавляет к вашей фотографии надписи. Вот эти надписи, которые сейчас модно, можно сделать именно с помощью этого приложения. Минус этого приложения заключается в том, что там уже определенный есть набор надписей. И больше их сделать нельзя. То есть придумать свои надписи и как-то их туда внедрить не получится. Можно использовать только те надписи, которые есть там. С надписями можно поиграть, можно делать их разного размера, изменять цвета, перемещать их по фотографии в разные места. Очень удобно и сейчас это модно. Я в своем инстаграме сейчас использую App for Type для каждой четвертой фотографии. То есть на каждой четвертой фотографии я добавляю надпись. Ну, обратите внимание, конечно же, на то, что мода, она очень быстро меняется. Я думаю, что буквально уже через какое-то время нужно будет от этого отходить и делать это как можно реже, вставлять такие надписи. Потому что это приедается, конечно же, людям. И когда инстаграм оформлен постоянно в одном и том же стиле, ну, не совсем это бывает интересно людям постоянно. Поэтому меняться необходимо. Следующая программа You Come Perfect – это фиолетовенькая на второй страничке, вот здесь внизу. Это как раз приложение, которое порекомендовала недавно Катя Масырова, когда мы приходили на встречу в бизнес-центр. Это приложение, которое, оно достаточно, ну, вот это приложение, оно как бы такое стандартное, оно используется непосредственно для коррекции именно лица, для коррекции селфи. Когда вы селфи сделали, там можно поменять тон, сделать его равновемерным, добавить матовости. Вот. Есть еще приложение You Come Perfect, которое непосредственно отдельно для мейкапа и для разных других штук. Посмотрите, попробуйте, очень интересная, классная штука. Движемся дальше. И дальше я хотела бы немного рассказать вам о планировщике. Планировщик фотоконтента – это программа YouMu. Она работает и для Android, и для iPhone подходит. Что здесь? Вот посмотрите, вот эти вот фотографии, нижние шесть, вот начиная отсюда, сейчас, вот эти шесть фотографий, они у меня уже выставлены в Инстаграме. То есть это уже те фотографии, которые в Инстаграме есть, которые там уже какое-то время весят. Четыре верхних фотографии – это мой план. Здесь я придумываю, как у меня будут размещаться фотографии, смотрю чередование планов, чтобы фотографии совмещались друг с другом. Чтобы они были в одном тоне, потому что у меня Инстаграм он теплый. Вот, например, если приводить пример, у Яны Вельской Инстаграма холодный. Он таких бело-розовых оттенков у нее, красный иногда она добавляет. У меня Инстаграм он теплый, может быть, вот на этой фотографии не особо видно, но по теплости я всегда выставляю как минимум на 50, когда фотографии корректирую, редактирую. Фотографии редактировать, ребят, ну я по своему опыту вижу, что обязательно нужно, потому что фотография до коррекции и фотография после – это две разные фотографии. И намного круче и ярче они смотрятся именно тогда, когда фотографии откорректировали, сделали их классными и причесали Инстаграм в одном стиле. Вот, посмотрите, вот я сейчас раскладываю план на несколько фотографий, плюсом у меня уже есть, и в Юнуме я смотрю, как эти фотографии интересно было бы в Инстаграме выставить. Это, конечно, пробный вариант. Здесь вы видите, что верхние две фотографии – это слишком ближний план, они слишком большие фотографии, поэтому, скорее всего, здесь я буду что-то разбавлять. Посмотрите, внизу, вот здесь, в этой программе Юнум есть специальные штуки, которые помогут вам. Вот эта штука поможет вам непосредственно в Инстаграм сразу закинуть, не пишется внутри. Вот справа вторая со значком Инстаграм, она поможет вам сразу в Инстаграм закинуть. Вот этот бегунок, который средний, он поможет вам переместить фотографию, как пятнашки, передвигать ее по вот этому приложению, из одного места в другое. Ну, слева, соответственно, мусорное ведро, можно эту фотографию выкинуть. Слева пюро, это можно сделать в подпись. Очень удобно для того, чтобы спланировать ваш фотоконтент, и потом уже непосредственно сразу в Инстаграм эту фотографию залить. Ну, и предлагаю тоже сделать такое небольшое домашнее задание, это скачать те приложения, о которых я до этого говорила. Не обязательно вы можете там пользоваться всеми приложениями, может быть, это одно или два, которые вам больше всего понравятся, лягут в руку, что называется. Предлагаю сделать селфи, обработать его с помощью тех программ, о которых мы сегодня говорили. Выложить в чат личный бренд, который у нас есть в Инстаграм, две фотографии, давайте, до и после. Сделаем это до ночи 28 числа. Сегодня у нас 27, вот завтра, сегодня весь день и завтра весь день. И вы посмотрите, что фотографии до и после не будут очень сильно отличаться, и разница будет классная. Я думаю, что вам понравится. Вот, давайте добавим еще критику, то есть каждой фотографии добавим две критики. То есть те люди, которые в чате общаются активно и выкладывают отчеты по домашним заданиям, комментируйте, что понравилось, что не понравилось, потому что это в любом случае такой, знаете, как бы вид со стороны, да, то есть человек, ну, как бы независимо, который заходит и смотрит ваш фотоконтент, может сказать о том, что ему нравится, что не нравится, и, например, эту критику можно будет использовать в дальнейшем для того, чтобы наши Инстаграмы были намного круче. У меня, в принципе, на сегодня все, что я хотела рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Дальше, ребятки, не расходитесь, не уходим, куда у нас сейчас будет суперская академия красоты. Вот, буквально уже через пять минут, поэтому, если у вас нет вопросов на здоровье, только на здоровье, чтобы, главное, чтобы это еще применялось, да, использовалось и было вам полезным. И я буду очень рада за вас, на самом деле. Вот, ну, я про себя скажу, что я Инстаграм очень люблю, и я люблю смотреть, изучать какие-то новые штуки. Не всегда это получается в том объеме, в каком бы хотелось, но в том исключается классность, в том, что можно развиваться и постоянно находить время на то, чтобы изучать. Инстаграм сейчас очень хорошо развивается, очень популярный, и поэтому предлагаю прямо качать Инстаграм, очень плотный. Я думаю, что, в частности, вот сайт, который у нас сейчас появился, он нам очень хорошо поможет в том, чтобы Инстаграм развить. Я уже разместила в своей шапке ссылку на сайт. Разместила в своей шапке ссылку на сайт. Я сейчас экспериментирую, до этого у меня стоял мессенджер MSSG, и там внутри у меня находился сайт. Сейчас я в течение нескольких дней экспериментирую и поставила просто ссылку на сайт, смотрю, с чего больше откликов с первого варианта или со второго. Вот, потом с вами поделюсь своей статистикой. Вот, поэтому размещайте обязательно в шапках сайт. Я думаю, что это обязательно поможет нам создать пассивный поток регистраций с нашей страницы, с нашей команды. Тогда всем спасибо, ребят, не расходитесь. Осталось три минуточки, и стартанет Академии красоты. Всех люблю, целую, пока. Продолжение следует...